СПОРТ В МАССЫ В этом году планируется ввод в эксплуатацию новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также планируется строительство новых объектов. Фоки типовые, с одинаковой площадью, более полутора тысяч квадратных метров, с игровым и тренажерным залами, раздевалками, душевыми, кабинетами для врача и тренеров, а также различными административными помещениями. Столь масштабные спортивные сооружения позволят районам и городам принимать у себя соревнования вплоть до республиканского уровня. В текущем 2020 году планируется большое количество объектов. Порядка 40 объектов планируется построить на территории республики. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс, это и спортивные площадки, это и площадки ГТО, футбольные поля. Физкультурно-оздоровительный комплекс у нас в 2020 году завершится его строительство в Водейхабрском муниципальном районе. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 на 18 метров. Очень прекрасный комплекс, в котором возможно будет заниматься различными видами спорта. В других населенных пунктах и муниципальных районах нашей республики планируется построить 35 универсальных спортивных площадок. Размер данных площадок будет составлять 60 на 30 метров. Эти площадки будут состоять из... Покрытие будет у нас резиновое, там можно будет заниматься мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом. Ну, это игровая площадка универсальная. Позволит привлекать наше население к занятиям физической культуры и спортом. Также, возможно, будет проводить на этих спортивных объектах спортивно-массовые мероприятия, проводить тренировочный процесс. Ну и, естественно, они будут открыты для наших жителей, чтобы они спокойно и беспривязненно могли заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни и улучшать свое здоровье. Естественно, благодаря строительству большого количества объектов мы увеличиваем пропускную способность, так как чем больше пропускная способность объектов спорта, тем больше людей, тем больше наших жителей в Карачаево-Черкесской республике смогут заниматься физической культурой и спортом не просто где-то там в приспособленных помещениях и непредназначенных для этого местах, а именно в тех местах, где специальные площадки, спортивные залы и так далее. Также я хотел бы сказать, что у нас планируется на территории республики и также создание двух малых площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовый туда и обороне». И также планируется укладка одного футбольного поля с искусственным покрытием. Благодаря этому всему, как я уже сказал, благодаря такому количеству объектов, которые мы собираемся строить на территории республики спортивных, у нас значительно увеличится пропускная способность и, естественно, мы будем выполнять нормативы и показатели федерального проекта «Спортного жизни», входящего в национальный проект «Демография». Наша самая главная цель и цель руководства республики – это создать максимально хорошие условия для нашего населения для занятий физической культурой и спортом. Чем больше будет населения, чем больше будет у нас таких объектов, тем больше наше население будет иметь возможность заниматься. Ну, естественно, при наличии таких объектов это будет побуждать наших жителей к занятиям спортом. Если у человека нет возможности нигде заниматься, он и не будет этого делать. А ехать куда-то далеко не у всех есть возможность. И вот такие объекты шаговой доступности, когда они находятся в сельских поселениях, люди могут спокойно прийти, заниматься, привезти своих детей. Сейчас очень часто эти спортивные площадки совмещены с детскими, да, условно. И где-то дети играют, родители занимаются спортом и так далее. Это все у нас ведет к тому, что наше население все больше и больше начинает заниматься спортом. И количество наших жителей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, благодаря этому увеличивается с каждым годом. Я вам могу сказать, что эти площадки у нас будут практически во всех муниципальных районах. Ну, количество, конечно, варьируется. В некоторых районах чуть больше, в некоторых районах чуть меньше. Но это будут действительно очень комфортные площадки. Я же говорю, они именно появляются, будут появляться там, где раньше их не было. И поэтому у людей будет возможность воспользоваться этим, заняться спортом. Ну, вы знаете, сейчас все те объекты, которые у нас строятся, они уже строятся с учетом того, чтобы была доступность для людей с ограниченными возможностями. Естественно, чтобы они тоже могли у нас заниматься спортом. Также хотел бы здесь сказать, что по программе «Доступная среда» 12 объектов спорта у нас в республике дополнительно адаптированы для того, чтобы лица с ограниченной возможности имели доступ в это помещение и в этот спортивный зал, спортивный объект, и также имели возможность заняться спортом. Субтитры создавал DimaTorzok